21 июня день кинологических подразделений МВД России. Это праздник, посвященный четвероногим питомцам и людям, охраняющим нашу безопасность. С одним профессионально-дружеским тандемом, несущим службу во благо страны, кинологом ОМОН, управлением Росгвардии по Карачаево-Черкесии и его четвероногим сослуживцам познакомилась Фатима Даурова накануне их профессионального праздника. Здравствуйте, Инал. Во-первых, я хочу вас поздравить с вашим профессиональным праздником, который вы будете отмечать буквально через пару дней. А зрителям я хочу дать маленькое пояснение. Дело в том, что из-за специфики своей профессии вы нашего гостя сегодня не сможете увидеть в лицо. Но, тем не менее, беседа обещает быть очень продуктивной и интересной. И, пожалуй, я задам свой первый вопрос и начну с того, вот, Инал, как вы пришли вообще в профессию полицейского и как впоследствии вы стали потом кинологом? В общем, это была мечта детства – служить в спецподразделении. И кинологом я стал, всю жизнь любил собак, любил заниматься с собаками. В принципе, я думаю, этого достаточно. Как вы думаете, какими определенными профессиональными качествами должен обладать кинолог? Кинолог должен в первую очередь любить собаку. Если собака будет слушать кинолога, это самое главное в нашей работе. То есть, если ты уверен в своей собаке, что она найдет то или иное, выполнит, точнее, ту или иную задачу, это самое главное в нашей работе. Вот меня всегда интересовал такой вопрос. По каким критериям вы отбираете щенков и какая порода собак больше всего подходит для этой службы? В принципе, критерий отбора собак идет уже на питомниках. Там уже определяют, сможет ли собака работать. В основном работают немецкие овчарки, вот примерно как у меня. Когда вы выбираете щенка, вот как налаживается вот эта невидимая связь, партнерство между четвероногим другом и вами? Ну, в принципе, всему свое время. И щенок так же привыкает к человеку, как и человек к щенку. Проходит немного времени, когда уже щенок воспринимает вас как хозяина, воспринимает вас как друга. И уже эта связь нерушима, в принципе. А с чего начинается вообще дрессировка? И вот как проходит этот процесс? Дрессировка собак начинается с общего курса дрессировки. То есть это ОКД в сокращенном виде. Сидеть, стоять. То есть по чуть-чуть, по чуть-чуть в качестве поощрения зависит от собаки. То есть есть поощрение в качестве лакомства, есть поощрение в качестве игрушки. Смотрят, на что больше собака реагирует. И от этого уже отталкиваемся и начинаем работать с собакой. В принципе, в общий курс дрессировки входит также еще полоса препятствий для собак. Там есть определенные конструкции. Это жираф, то есть лестница. Это стена, которую собака перепрыгивает. Это бревно, через которую собака ходит. Очень сильно развивает собаку. То есть в определенных местах, в определенной местности нашей работе это очень сильно нам помогает. Собаки в основном наши применяются в минно-розыскных мероприятиях. То есть обнаружение взрывчатых веществ, таких как тротил, гексоген. В основном они натренированы на минно-розыскные мероприятия. То есть их не надо бояться. Они не кусаются у нас. Характер сладкий и мягкий. Да, да, да. Вот за годы работы у вас остался вот такой четвероногий друг, который оставил у вас в душе вот такие незабываемые впечатления, что он стал вот настоящим, родным, своим соратником, другом. Ну, так как я работаю недавно, 4 года, это моя первая собака. И с этой собакой пока мы неразлучны. А бывает так, что вот кинолог и собака не находят общий язык? Ну, на моем опыте пока еще такого не было, честно. Может где-то было, я не знаю. Но на моем опыте такого еще не было, чтобы кинолог не мог найти общий язык с собакой. Представьте нам вашего друга и расскажите нам пару слов о своем партнере. Ну, друга нашего зовут Аксель. Это немецкая овчарка. Что могу сказать? С момента работы с этой собакой не возникло никаких проблем. Очень хорошая собака. Очень хороший острый нюх у нее. Самое главное в нашей работе. В принципе, очень активная, очень здоровая, жизнерадостная собака. А через какие трудности вам приходится проходить? Вот вам, как хозяину и вот вашему партнеру, вот какие трудности у вас встречаются? В принципе, проблем не возникает с собакой. Да, бывают жизненные ситуации. Перегрев может быть собаки. То есть, надо следить за собакой. Вовремя ее напоить водой. Вовремя накормить. И, в принципе, проблем не будет. Вот учитывая, через какие сложности приходится проходить, сколько лет, вот в хорошем случае, собака может служить? До семи лет. Дальше уже проводится комиссия. Если собака еще может работать, она остается. Если нет, то ее списывают. Списанную собаку можно забрать себе. В основном так и бывает, что забираем себе, потому что очень сильно к ним привязываемся. И расставаться уже не хотим. Скажите, вот как вы провожаете собак на пенсию? Вы устраиваете им какой-нибудь праздник? Я не знаю, какое-нибудь сладкое угощение? Да, конечно. Устраиваем. Последний день на работе, как и у человека, у них имеется такой день. Провожаем на пенсию, так сказать. В принципе, обычная провода. Ничего особого там нет. Инал, спасибо за такую интересную беседу. Успехов вам в вашей работе, а вашему партнеру, конечно, здоровья и долгих лет службы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!